Виолетта Ефименко С 30-31 декабря и до 8 января 2019 года отделением скорой помощи было оказано 394 вызова. Десногорское отделение скорой помощи отчиталось о работе за период новогодних праздников. До свидания, елочка! В городе состоялось торжественное закрытие городской елки. Вообще мы сами ловим кайф от этой деятельности, от пения и хотим, чтобы этот кайф напал на всех. Музыка нас связала. Десногорцы посетили праздничный концерт Театра песни «Шанс». Злополучные события в сфере газоснабжения в городах Магнитогорск и Шахты поспособствовали увеличению активности мошенников. Они предлагают приобрести газовые приборы и вымогают крупные суммы. При этом качество работы и надежность оборудования остается под сомнением. Стоит отметить, что на сегодняшний день во всех новых многоэтажках Смоленской области уже по проекту устанавливаются сигнализаторы загазованности, которые в случае утечки автоматически отключат клапан подачи газа. Музыка Пневмония, панкреатит и алкогольное отравление – это лишь малая часть вызовов, на которые выезжала скорая помощь в новогодние праздники в Десногорске. Подробности работы службы – далее. Круглосуточно, без выходных и праздников – так свою работу выполняет служба скорой медицинской помощи. Именно она первой приходит на выручку больному. Работа велась в штатном режиме и выполнялась в полном объеме. Обслуживались все поступающие звонки и отрабатывались все выезды. С 30-31 декабря и до 8 января 2019 года отделением скорой помощи было оказано 394 вызова. Было 155 экстренных, то есть жизнеугрожающих состояний, 12 травм различного рода сложностей. Причины вызывания отложки банальны, но с особенностями праздничного периода. Пневматиты, панкреатиты, холециститы и островирусные инфекции. Не обошлось, конечно, и без отравления алкоголем. При этом большая часть вызовов приходилась на сердечно-сосудистую патологию. Стоит отметить, что здесь Россия в целом не отстает от общей мировой тенденции. Люди во всех странах страдают именно от болезней сердца и сосудов. Правда, в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний медленно, но снижается. За прошедший год она упала почти на 1%. Такая динамика соответствует уровню развитых стран. В целом праздники для Десногорской скорой помощи оказались спокойными. Всем обратившимся была оказана вся необходимая помощь. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Также не было случаев грубого отношения и к самим специалистам скорой помощи. От отделения скорой помощи хотелось бы для населения попросить, чтобы берегли свое здоровье, соответственно, своевременно вызывали скорую медицинскую помощь. Праздники прошли, и жизнь вошла в привычное русло. Но в будничных заботах важно прислушиваться к своему организму и не забывать – к вам готовы прийти на помощь. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ День работника прокуратуры состоялся в Смоленском ведомстве. В мероприятии принимали участие ветераны прокуратуры и высокопоставленные лица. Ежегодно, начиная с 1996 года, этот праздник отмечают 12 января. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день 1722 именным указом императора Петра Великого впервые был учрежден почетный пост генерал-прокурора. Так возник Институт российской прокуратуры. Это единственный правоохранительный орган, сохранивший свое название и задачи, несмотря на многовековую историю. Ежедневно представителям прокуратуры приходится рассматривать многочисленные уголовные дела. Только за минувший год прокуратурой города Смоленска направлено в суды более трех тысяч исковых заявлений. И выявлено свыше 30 тысяч нарушений. 15 января на площади возле администрации состоялось торжественное закрытие елки. Юные жители Десногорска посетили праздник и продлили новогоднее настроение еще на один день. Почти месяц хвойная красавица радовала десногорцев и гостей города своим видом. Она стойко перенесла морозы и многочисленные хороводы вокруг нее. Прощание с елочкой, Дедом Морозом и Снегурочкой не было грустным. Детвора танцевала, пела и активно участвовала во всех соревнованиях. По-настоящему теплым оказался конкурс объятий. А состязание паровозик стало проверкой на стойкость. Малыши весело падали, но продолжали движение. Развлекательная программа была насыщенной и интересной. Игры футбол, соревнования кто кого перетанцует, интерактивный конкурс от Снегурочки «Покажи подарок». Закрытие городской елки понравилось не только ребятам, но и взрослым. Праздник нам очень понравился. Обязательно придем в следующем году на закрытие елочки. Спасибо, все было очень замечательно. Главные герои Нового года Дед Мороз и Снегурочка порадовали детей конфетами и на целый год зарядили их хорошим настроением. Они ушли, но обещали обязательно вернуться. Весело и дружно проводили юные десногорцы елку на заслуженный отдых. Мне не грустно расставаться с елочкой, потому что мы нарядим ее еще в следующем году. И под елочкой будут подарки. Этот праздник состоялся благодаря кропотливой работе многих людей. Они трудились в новогодние каникулы, чтобы десногорцы могли интересно провести выходные. Спасибо большое комитету по образованию, что предоставили нам деток. Спасибо комитету по культуре за организацию мероприятия сегодня на улице. Ну и конечно сегодня работали мы, Центр культуры и молодежной политики, которые всегда рады и служат на благо города. В завершении мероприятия даже солнце посетило гостей елки, ослепляя ребят яркими лучами. Новогодние праздники закончились, но обязательно начнутся через год. Велета Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Всего год назад в Смоленске появился детский мини-футбольный турнир «Лига звезд». И хотя среди участников дети от 10 до 11 лет, страсти на матчах кипели недетские. Участники из Калининграда, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Великих Луг и Беларуси сражались за звание лучших. Условия проведения соревнований довольно жесткие. В день юные команды проводили по несколько игр. Более успешно среди смолян выступили воспитанники школы ЦСКА. Они заняли третье место. Вторыми оказались белорусские гости из Жодина. А победа досталась команде «Экспресс» из Великих Луг. В характере и скорости уступила команда Смоленской спортивной школы номер 5. Уже совсем скоро в России и Беларуси стартуют официальные детские первенства, где ребятам пригодится полученный опыт. 14 января в центре «Нитрина» города Десногорска состоялся праздничный концерт. Как выступили коллективы и как их встретили зрители – далее в сюжете. Новогодние праздники позади, но есть те, кто не готов расставаться с радостной атмосферой. И, как выяснилось, таких в Десногорске немало. Концертный зал центра «Нитрина» был полон ценителей творчества и просто желающих отдохнуть с пользой. Концерт вместе с песней «В Новый год» порадовал яркой и запоминающейся программой. Лирические мелодии, шуточные номера, выступления детей и взрослых. Жанровая палитра коллективов удивляет разнообразием. А как иначе? Участники – многократные лауреаты творческих конкурсов и фестивалей. Театр песни «Шанс», ансамбль танцев народов мира «Радуга», хореографический ансамбль «Веселинка» привели зрителей в восторг и словно вернули в новогодние настроения. Время выступления пролетело незаметно, и вот пора прощаться. Под занавес концерта зрители с неохотой отпускали музыкантов. Артисты вышли на поклон, где их искупала в овациях благодарная публика. Музыканты, в свою очередь, не остались в долгу. Прежде всего, надо пожелать приходить на концерты с легкой душой. Чтобы получать, вот пришли, получайте кайф. Вы зашли, дверь захлопнули за собой этого заведения, и все, все плохое осталось там. Мы вас еще больше добрым накачаем, и когда вы выйдете, плохое к вам уже не прицепится. Главное – не стесняться, помогать тем, кто выступает на сцене, поддерживать, и тогда отдача будет еще больше от тех, кто выступает. Было очень много поддержки, спасибо большое всем. Вообще, мы сами ловим кайф от этой деятельности, от пения, и хотим, чтобы этот кайф напал на всех, передавался всем остальным. Коллективы расстались со зрителями на мажорной ноте, и пообещали и далее радовать десногорцев ярким зрелищем. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Роспотребнадзор представил список разрешенных и запрещенных продуктов для школьных столовых. В обновленной редакции санитарно-эпидемических требований подробно расписано, из чего должно состоять меню школьников. В него должны входить мясо, птица, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб. Рекомендуют включать в меню яйца, рыбу, творог, сыр и кисломолочные продукты. Запрещены пирожные, макароны по-флотски, яичница глазунья, паштеты, блинчики с мясом и творогом, газировка, жвачка, леденцы и другое. В школьных столовых рекомендуется готовить блюда на пару, тушить или запекать. Овощи перед подачей необходимо тщательно промывать и выдерживать в трехпроцентном растворе уксусной кислоты. Еще в октябре депутаты горсовета решили не повышать стоимость школьного питания. 30 рублей завтрак, 40 рублей комплексный обед. В Смоленской области 295 общеобразовательных организаций кормят детей самостоятельно, а 107 заключили договоры с организациями общепита. Почти год длился социальный проект «Смоленщина без границ». На днях Смоленская митрополия подвела итоги проделанной работы. Этот проект объединил ребят с разными возможностями и доказал, что творчество не имеет границ. На утреннике присутствовали и здоровые, и особенные ребята. Воспитанники воскресных школ и социальных учреждений. В течение года они лепили из глины, рисовали, делали открытки. 32 мастер-класса объединили абсолютно разные социальные заведения. На концерте все дети продемонстрировали свои поделки. Здесь каждый научился чему-то новому. И коротко о погоде. 17 января в Десногорске ожидается небольшой снег. Днем 0 градусов, ночью температура не изменится. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолита Ефименко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!